Вдруг познакомился с девушкой из соцсетей, общался с ней длительное время, думал, нормальное отношение, нормальная девушка. Через некоторое время она предложила заняться виртуальным сексом, то, что встретиться не получается, хотя вот так. И записала это на веб-камеру. Затем секс-партнерша прислала любителю виртуальной клубнички видеозапись интимных утех и предупредила, если тот не положит на указанный счет 20 тысяч рублей, компрометирующие кадры появятся в интернете. Парень шантажистке не уступил, и та осуществила угрозу. Она это разослала всем друзьям, кто был у него в списке в соцсетях, получается, ВКонтакте, там, в одноклассниках. Друзьям, родственникам, коллегам на работе, всем, кто у него был, всем отправили, все это видео увидели. И теперь он в депрессии, не может ни на работу ходить, ни на улицу, ни общаться ни с кем. По информации портала «В курсе Пермь», другой пермяк, 47-летний бизнесмен и отец четверых детей, все же заплатил шантажистке. Во время виртуальных свиданий партнерша по интим-сеансу требовала, чтобы он исполнял ее сексуальные желания более чем откровенного свойства. Затем стала запугивать мужчину тем, чтобы народу это откровенное видео. Сейчас выложим видео, на котором ты об***ешь на работе и вышлем всем – жене, детям, родителям. Опозоришься по полной. Лучше с нами договориться, чем всю жизнь в позоре и стыде жить. Если заплатишь, запись удалим и забудем. Случай подобного эротического шантажа не редкость. Но в полицию в силу понятных причин обращаются лишь единицы. А зря, говорят полицейские, по их словам, в правоохранительных органах достаточные средства и ресурсов, чтобы установить личности вымогателей и привлечь по 163-й статье Уголовного кодекса вымогательство. Елена Иговцева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.